Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все брат и сестры у Христе, всем желаю радости и веселья в Господе, всем желаю достигнуть совершенства по образу нашего Творца и Спасителя Бога, всем желаю возрастать и возрасти в это совершенство, совершенством через дела о любви, святости, добра, мира, долготерпение, упование, всего-всего, что сегодня, как и обещал, продолжаем тему своего, ну я его называю все-таки, я считаю, что христиане должны не всякого, буду тоже на ютубе открывать, а все-таки авторские каналы, где вы будете живым человеком, живым вещателем, да, вот, а все эти там красивые картиночки, тексты тоже, должен быть живой человек, да, который не просто, не просто раз зачитать Писание, даже вот там, просто, ничего не прокомментировав, а действительно открывает свое сердце в Евангелии, вот. Люди должны жить в святости, открываться, проповедовать, а это что, живем как как будто на земле, как будто мы вообще чужие люди друг друга. Ну ладно, начинаем серию роликов уже по техническому моментам, кому-то может такая глубина будет не нужна, но я рассчитываю на любую публику, может быть найдется такой же псих, как я, и будет всем этим глубоко заниматься, поэтому я хочу записать ролики максимально, сколько я что знаю, поделиться, кому не надо, тому не надо, выключите, да и все. Я хочу поделиться своим опытом, своей информацией, чтобы она не канула в лето, кому-то может будет полезно, порой очень много тратится время на все эти поиски, исследования, сколько ошибок, зачем это надо, если, вот. Что, сегодня поговорим конкретно, мы о чем поговорим, о микрофонах, о звукозаписи, вот я такую картиночку вам, все эти микрофончики, поговорим, каким образом писать, да, то есть мы с вами, ну мы в принципе разобьем сегодня на три темы, следующий ролик я запишу по видео, камеру и все такое, да, потом какое-то доп. оборудование, там всякие селфи-палки, потом программное обеспечение, а потом ютуб-канал, то есть все по цепочечке, по плавности, чтобы можно было просто исполнять то, что вы слышите. Сегодня, естественно, и сегодняшний ролик на три темы разобьем, первое это просто запись, потом запись на компьютере и, ну то есть запись автономная в любом месте, запись на компьютере и запись на улице. Понятно, самый простой способ это всегда был, кто знает диктофон, да, раньше и сейчас есть цифровые диктофоны, но в принципе отдельно покупать себе диктофон, но особого нет никакого смысла. Сейчас у всех есть вот такие вещи, вы знаете прекрасно, называется смартфон, да, вот, в нем уже все есть, в нем есть диктофон приложения, или можно скачать, в нем, естественно, есть микрофон, в котором вы говорите, то есть он все записывает. И в принципе, качество современных смартфонов, а точнее микрофонов в этих смартфонах достойное. Что-то тут советовать я не могу, вот, вот вы слышите, у меня сейчас в роликах идет такой скрип, который я уличный записываю. Вот я купил смартфон с Алиэкспресс за 5000 рублей в прошлом весной к сезону. Вот он сезон отпахал, я его не ронял, ничего. И я еще помню, если вы помните, кто смотрел, смотрит меня давно и постоянно, уже последние ролики начали. Так, я думал, что что-то, может, в микрофоне проблемы, уж не стал проверять, уже сезон заканчивался, и так положил. Нет, проблемы, что-то с микрофоном, вот, со входом, 3,5 джек, что-то там внутри уже. Потому что микрофоны я разные потом пробовал, всовывал, и сейчас вы слышите, у меня этот скрип во всех. Микрофон у меня хороший, они с ветрозащитой, это не ветер, это внутренние помехи, и что ты сделаешь с ним, ничего. Вот я его, правда, он у меня вон треснул, видите, не знаю, видно там, так, вон, видно, по-моему, в двух местах. Это я его уже здесь уронил, причем вот зимой экспериментировал, разные вещики, он мне свалился, тут у меня есть немножко плитки под ногами, и сразу лопнул. Но это не от этого, вот. Вот. И еще скажу, я его когда купил, я не заметил, когда это тоже случилось, он нормально писал в первые дни. Вот. Я же не буду говорить, какая у меня там модель, она вообще неизвестная, фирма, в Китае. Ну, я был доволен, я брал из-за камеры, ну, и звук-то я рассчитывал на внешний микрофон. Но в первые-то дни я записывал, даже вот, когда мы начали общаться там в WhatsApp, в Telegram, я записывал прямо на него, и был хороший звук. И как-то он, я помню, бац, а потом я, ну, в основном, ты пользуешься микрофоном, потом стал на записях. Но как-то я стал записывать опять сюда, и, в принципе, все время почти дома за компьютером, и даже где мы общаемся в мессенджерах, или там в Скайпе, я в основном все за компьютером отвечаю и принимаю сообщения. Но как-то я заметил, что я что-то хотел записать без внешнего микрофона, а он записывает с таким шумом ужасным. То есть у меня и внутренний микрофон быстро умер, еще вот и внешний вход теперь барахлит. Вот. И вот вы слушаете, наслаждаетесь этим скрипом. Я к сезону и вообще не подготовился, хотя вроде думал, что готов. Почему я говорю, что все время что-то тоже нужно, не думайте, что все с небес валится. Можно, конечно, по-разному проповедовать. Но сейчас все, что связано с техникой, вот такие вот дела. Я сейчас заказал новый себе смартфон, тоже дешевый, опять за 5000 рублей, немножко другую модель, но, надеюсь, он мне послужит, да. Вот. Это, конечно, самое простое. Записали. Единственное, какой тонкость, скажу просто от опыта. Да, вы будете записывать на это. Ну, в принципе, это все можно, по-моему, обойти. И, когда вы записываете, включите телефон на режим полета, да. То есть, знаете, в принципе, можно вот нажать у меня тут. И вот есть, вон, режим полета, да. Все. Кликнул. У тебя самолетик такой. И, по-моему, никто тебе не сможет ни позвонить, ничего. И точно так же отключаете. Потому что, когда вы будете записывать вот эти все диктофоны или какие-то приложения, если вам кто-нибудь позвонит, все, что вы там начитывали, допустим, может просто сброситься и улететь никуда. Вот. Это вот уже технические тонкости. Ну, я буду говорить, я говорю, как на душу кладет, я не профессиональный, так скажем, как это называется, тренер Ютуба какой-то или там звукорежиссер, да. То есть, я буду говорить просто как в простоте, да, вам что знаю, какие еще, что уже от опыта накопилось. И еще какой нюанс. А, обязательно следите за памятью, особенно если вы долго их храните, что у вас не оказалась переполненная память, тоже будете записывать, записывать, говорить, остановить. И, по идее, файл формируется, сохраняется, а вам скажут телефон, извините, уже память переполнена, не могу я файл сохранить. Уже будет поздно что-то удалять. Вот. Поэтому, в принципе, что сделали, потом перебросите на компьютер или сразу, ну, или хотя бы в краткое время. День, два, три там сделали, или если вы по одной записи в неделю с малого начнете. И все, сбросите их. Но вы их в любом случае будете сбрасывать, тогда, если монтировать, допустим, как я говорил, о чем мы будем потом дальше говорить, то, конечно, просто удаляйте их сразу, зачем они вам нужны. Лучше на компьютере сделать дублирующую папку, чем здесь, чтобы таких не было нюансов. Вот. То есть, в принципе, встроенного микрофона, даже порой на дешевый смартфон, единственное, может вот именно выйти из строя, или брак, или просто из-за того, что дешевая вещь. То есть, по идее, надо... Ну, опять же, если пока вы там начинаете, вот почему я говорю, в принципе, такому, как я, который уже это делает на автомате, уже долго, уже люди ждут, да, братья и сестры. Это я этим занимаюсь постоянно. Мне вообще нужны дубликаты всех вещей. По-хорошему, назовем прямым языком, блогера. Неважно, какого христианского. У него все должно быть, как у любого человека. Я вот работал в разных профессиях. У тебя всегда есть запасной комплект. Ты каменщик, у тебя полный набор запасного инструмента есть. В ящике, в машине, если ты ездишь на объекты. У тебя есть мастерок, молоток, нитка, там все то же самое. Есть с дубляжом. Иначе как, ты сломался, чтобы рукой накладывать. Или ты потом на весь день сядешь, вы уехали коттеджи строить. Где ты его там купишь? В какую-нибудь деревню или в село. Поедешь за мастерком за 100 километров. Мы иногда в такие места ездили, на объекты, откуда просто так ты не выйдешь. Естественно, у тебя все должно быть дубляжом. Вот по-хорошему, говорю, потому что тоже начинает. А, там деньги. Да деньги всем нужны тоже. Вот даже на такие вещи. Я говорю, по идее, у тебя должны быть даже вещи, вот именно дубляжом. Ну, кажется, ты ими не пользуешься. Но они должны быть. По-хорошему, два компьютера должно быть у того, кто этим занимается профессионально. Это всегда так. Вот. Ну, я говорю, это когда ты уже этим живешь, это твоя, так скажем, жизнь. Да. А пока вы там будете начинать, то, конечно, можно начинать с малого того, что есть. Вот. Что дальше? Если внутренние микрофоны плохие, или плохой, или у вас сейчас плохой, вот, может быть, есть смартфон, но плохой микрофон, решает с каким проблемам. Да, в принципе, практически у всех смартфонов есть 3,5 джек, так называют, 3,5 миллиметра, аудиовыход. Ну, в принципе, опять, скорее всего, в простоте у всех есть комплект гарнитуры. Вот у меня была вот такая вот тоже. Я, правда, ни разу почти не пользовался. Да, то есть, в принципе, гарнитура, гарнитура, что-то такое, знаете, да, это где и наушники, и микрофон совмещенно. Без микрофона называются наушники, без наушников называется микрофон внешний. Есть гарнитура, где и наушники, и микрофоны, чтобы разговаривать по скайпу, то есть, ну, в принципе, действительно, можно просто записать. То есть, если плохой внутренний микрофон, можно всегда подключить гарнитуру, которая, скорее всего, у вас есть в коробочке с тем девайсом, который вы заказывали, да. Вот. И можно записать, естественно, вот этот вот встроенный внешний микрофон. Ну, они обычно тоже не очень хорошего качества, мягко скажем. Вот мой, опять же, вот этот вообще никудышный. Вот так вот. Можно купить отдельно. Он бывает, ну, это называется петличный, потому что у него есть провод, да, то есть, ты его можешь к себе пристегнуть. Может быть, прям вот такой вот. Но он сейчас с ветрозащитой, я ее снять не могу, я ее еле натянул, там еще поролон, это я попозже сейчас скажу. То есть, можно напрямую, без всякого. То есть, если я говорю, тот сломан, или вы хотите получше, может быть, какой-то. Они есть разные, да. Вот. Есть разного. Есть вот такие вот пушки. И у меня пушка, сейчас я не буду говорить подробнее. И она просто есть даже с такими специальными. Это и разная модель. Ну, модель одна, знаете как, а несколько вариаций разные, модификации. Она есть прямо в три сплава. Вот отсюда штекер. Тут штекер в торец втыкается, да, он проводком таким. Вот так вот. Ну, ты же... Можно, конечно, и такой купить, и ты можешь просто держать. Или у него вот есть... Ну, тут у меня сейчас на палке прикручено вот такой держатель. Я сейчас потом, в следующий раз буду показывать. Вот. Это, конечно, ты же не будешь неудобно носить. Хотя дома и так можно и в руке держать, и поставить. Но он просто очень качественный. Я о нем сейчас буду говорить. Вот. Но он, кстати, именно эта модель, а я о ней буду сегодня уделять ей особое внимание. Она есть вообще, где у нее сбоку такой же выход. Как вот у этого микрофона. Вот. И ты ее вообще... И такая пяточка держащая немножко. И ты его прямо вот так втыкаешь. У тебя получается вот... Это называется направленный микрофон. Или микрофон-пушка. Вот такой вот. Мини, конечно. Это одна австралийская фирма. Это оригинальные вещи. Очень качественные, очень хорошие. И очень недорогие. Что удивительно. Я говорю, о ней уделю ей сегодня тоже особое внимание. Но опять же, для домашней записи. Хотя я вам сейчас потихоньку все перечисляю. Ну, можно эту. Я, именно, один раз купил для всех. И, пожалуйста, она будет как-то вот так торчать. Ты даже вот его положил на стол. Он еще немножко... Он может и функции подставки выполнять, да? Ну, вы поняли, да? То есть вот так на стол положил и все. И записываешь. Что-то я тут тыкаю. Вот. Что дальше? То есть и все можно записывать на этот диктофон, да? Вот. Потом все это, естественно, можно скидывать на компьютер. И как мы будем в следующих роликах разбираться, как это монтировать, чтобы загрузить на YouTube. Можно все это выгружать аудио отдельно в социальные сети. Загружать на YouTube. Невозможно загружать просто аудиофайлы. Вот. Конечно, аудиофайлы можно отдельно загружать на какие-нибудь социальные сети. Там картинка уже отдельно. Можно вообще не прикреплять никакой картинки. Ну, чтобы пост сделать в социальных сетях. Типа вот... Ну, вы поняли, да? То есть тут вот сейчас YouTube-овские. Ладно, это не суть. Вот. Ну, вы знаете, да? Как посты тоже делать. Ну, потом, куда их девать? Это только в социальную сеть. Проще выкладывать ролики, сделать себе канал на YouTube. А уже эти ссылки YouTube-овские везде, где хочешь, вставляй сколько у тебя есть там. А то ты будешь на каждую социальную сеть отдельно заливать. Это аудиофайл. Он не видим. Он никому, в принципе, не показывается. То есть это не наш формат. Оставим это. Что по микрофонам дальше? То есть я... Ну, все, сказали. Хорошо. Есть стандартные. Для записи вот так. Дома. Этого достаточно. Но опять же, если вы записываете просто аудиофайл для подкаста, чтобы потом его смонтировать с каким-то видеорядом. Как я говорю, громкое слово. Пусть даже с одной из картинок, чтобы получился просто видеофайл. Допустим, MP4. Но опять же, на улице уже надо понимать. На улице любой ветер. Я не беру сейчас. Я говорю, мой вариант, когда у меня уже просто там, видимо, наворачивается. Ломается что-то внутри. Вход. Поэтому эти посторонние... Вы слышите вот этот сифон там. Кто сейчас мои последние записи слушал. Хотя кто этот будет ролик прослушать, может, уже не поймет, о чем речь. Сам-то я пишу ролики, у меня другого ничего нет. Я так попал, что как-то готовился, готовился к сезону. И не приготовился к концовке. Я просто там кое-что другое заказывал. Не получилось у меня. Если на улице, у микрофона. И поэтому, в принципе, если вы выходите на улицу, уже обязательно внешний микрофон. Потому что на внешний микрофон надевается, что ветрозащита. Она бывает поролоновая. И, как называется, в Америке называют Dead Cat. Дохлая кошка. Или, я забыл, как... Хвостик или что-то там как-то еще. Они разные. Особенно вот на пушке сейчас. А, ну вот он он. Вот. Вот с этой пушки роут. Он вот такой вот. Внутри он и поролоновый, и еще вот волоснястый. И видите, какой громоздкий. Поролоновый. Как работает, в принципе, я объясню. И почему поролоновый хуже. Он почти ничего не сдерживает на самом деле. Потому что нам кажется, что надо сдержать ветер. Да не ветер надо сдержать. И микрофон не ветер слышит. А когда по микрофону вот поролоновый я могу снять. Вот она всего лишь. Я вот на себе показываю, чтобы на зелененьком хорошо было видно. В чем смысл? Что записывает микрофон? Он же не сам ветер. Ветер не имеет звука, так скажем. Ветер, когда летит, и когда он трется. А края вот этого микрофона. И этот еще хороший. Видите, какой сам по себе. Кругненький. Все-таки ветер его может огибать. Вот тут микрофон. Он вот такой. Вот на картинках нет. Ну ладно. Он такой цилиндриком. Конечно, и там такие края грубые. Сами понимаете. Да вот как вот этот. Вот этот микрофон, который у меня под этой ветрозащитой. Он вот такого же плана. То есть, представляете, вот об этот вот. На себе буду вот тут показывать. Об этот край, как сильно ветер бьется. Естественно, когда он трется, он гудит. И этот гул записывается всегда в микрофон. Это вот слышно, когда без ветрозащиты записывают. Поэтому нужна ветрозащита. И поролон, опять же. В чем его слабость-то? То, в принципе, поролон-то все равно имеет. Пусть это поролончик. Пусть он мягкий. Но он же имеет достаточно ровную, грубую форму. И ветер тоже об него трется. Поэтому он так. Не потому, что ветер его пронизывает. Попробуй там пронись. Там поролон. Вон. Я на свет смотрю. Я даже не вижу света. Конкретно, кстати, к этому микрофону. И кто помнит, прошлый сезон. Я именно вот с этой петличкой отходил. Вот с этим смартфоном. С этой петличкой. В принципе, записи были достаточно достойные. И даже были сильные ветра. И я удивлялся, как, в принципе, он славливает. Ну, потому что очень сильный поролон. Хотя он и проглатывает. Или, как сказать правильно, съедает. На самом деле и ваш голос отчасти. И его красоту. И его гамму. И силу отчасти погашает. И он, конечно, я видел поролончик. У меня есть достаточно слабенькие. Вот. Поэтому в чем принцип-то вот таких волоснястеньких? Тут-то вообще ничего нет. Ветер вот так вот. Он не может ни за что зацепиться. И вот волосы вот эти, да. Мех. Он как раз идеальный. Ветер никуда. Он только за волосинку. Хочет об нее потереться. Она же сгинается. Ветер идеально это обходит. Поэтому на улице обязательно пользоваться, конечно, ветрозащитой. И вот мои, к сожалению, сейчас записи, которые я делаю. Но я надеюсь, скоро придет новый смартфон. И будет там все нормально. И с внутренним микрофоном. И с внешним хотя бы на новый сезон опять 2018 года. Ну вот это что касается внешних микрофонов. Да. И как ими пользоваться. Если вы уже будете что-то, вот как я сейчас в компьютер пишу, то я пишу сейчас на студийный микрофон. И как вы будете на это писать? Допустим, вы хотите с видео. Никак. Но в принципе на компьютере опять же есть микрофонный вход. В принципе в компьютерах, в ноутбуке. Или вот у меня на блоке есть тоже и встроенный микрофон. Хотя он опять же ужасный. У него ничего не слышно. Огромный шум. Ноутбук у меня вот есть старенький. Вот сейчас новый. Кто знает, я там сделал сбор. Тоже там у меня не все получается. Ну ладно, я думаю все образуется. Но опять же, все равно даже в компьютере надо будет пользоваться внешним микрофоном, которым я сейчас и пользуюсь. Но в принципе, опять же, даже для домашнего всего этого будет достаточно. Петлички. Ну, петлички. Вот это уже будет недостаточно какой-то, который ты просто в него. В принципе, втыкать в ноутбук или вот у меня моноблок. А тем более, если у вас настольный компьютер, а системный блок где-то далеко, а вход там, как вы втыкнете туда, и он будет у вас под столом микрофон. Нет, конечно. Вы можете воспользоваться только петличкой. Ну, или вот студийник. Сейчас я его покажу. Ну, это и есть петличка, только длинная и большая. То есть, это шнур. И вот он прямо передо мной. В принципе, он от меня в 20 сантиметрах. А в принципе, и то, и потому что вы меня видите, надо кадр. Я его из кадра убрал. А по-хорошему, кто видел, в студийный микрофон, и надо говорить вообще вот так. Вот видел, как песни записывают. Вот так, в идеале. Тогда вся гамма твоего голоса передастся. Ты можешь с минимум чувствительности настроить микрофон, чтобы туда вообще почти никаких шумов не попадало. И очень важно, особенно для певцов, это, конечно, красота голоса. Поэтому они вот так вот поют. Вы сейчас должны были услышать усиление, да? Вот. То есть, что-то должно быть рядом с вами. Вот. Ну, или, в принципе, можно даже дома, в принципе, пользоваться пушкой. Ну, я, наверное, считаю это всё-таки неправильным. Пушки не передадут такой красоты, как этот голос и качество. Вот. Хотя она удобнее. Вот тут у меня сейчас эта бандура передо мной, она мешает. Если вы заметили, я иногда делаю вот так в роликах своих. То есть, если мне что-то надо на клавиатуре нажать, я же за своей этой, тут тем более сейчас вы видите, защиткой есть, я ничего не вижу в клавиатуре. И приходится вот так вот посмотреть и что-то там нажать. Она меня загораживает. Вот. Хотя некоторых делают сверху. Но я говорю, студийные микрофоны, в них надо говорить прямо. Вот. Ну, вот такие вот вещи. Ещё раз поподробнее. Вот этот микрофончик, кстати, с Алиэкспресса. Ну, так. Да, он записывает нормально, но голос мне лично не нравится. Он ужасный. Он всё равно как в ванне, знаете, такой глубокий какой-то с эхом с таким немножко. Хотя меня он не спасал. Некоторые ролики есть. Я не буду сейчас говорить, какие для сравнения вам. Я и так, и так экспериментировал. Вот. И плюс сейчас внешне-то тоже умер. Я иногда втыкаю что-то там записать. Или в мессенджер, или в скайп. Или поговорить даже. Я его, конечно, втыкаю. А, ну ещё за компьютером есть вот вебки. В вебках есть частный микрофон. У меня тоже есть. Сейчас об этом тоже поговорим. Кстати, вот на которую пишется видео. И в ней есть микрофон встроенный. Вот. Так. Стоит он с Алиэкспресс? Я постараюсь все ссылки найти свои. Если даже этого товара нет в наличии, естественно, может быть, этот ролик будет год у меня висеть больше. И уже там все эти уводят. Хотя бы вы перейдёте на Алиэкспресс. Ну, кто заказывает с Алиэкспресс, вы хотя бы название всё увидите. По-подобному найдёте. Цена ему, по-моему, доллар или два, пятьдесят или сто рублей. Он, в принципе, за свои деньги, он супер. Какой нюанс ещё, да? Что три с половиной джек – это гарнитура. Кто знает, гарнитура, в которой есть микрофон и наушники, когда один вход, это вот такой вот штекер. Да? Сейчас я вот так вот покажу. Ну, это вышло. И там три колечка, видите? Не очень было видно. Ну, ладно. Надо что-нибудь чёрненькое. Вот так вот. Видите, тут три колечка. А у гарнитуры или не гарнитуры, а у наушников или микрофона два колечка. Этим отличается гарнитура, в которой сразу всё наушники и микрофон, от обычного наушника или микрофона. Тут два колечка. Вот. Естественно, значит, в вашем смартфоне рассчитано по три колечка. Если вы всунете сюда просто микрофон или наушники, работать не будет. Нужен что? Переходник. Вот такие есть переходники разные. Тоже вот, видите? Тут три колечка на выходе, на штекере, на папе. И разветвление такое. Ну, они разного бывают формы, немножко вида. Тут вот такой буковкой У. И тут уже нарисован тоже микрофончик и наушники. Ну, как есть в компьютерах. Ноутбуки сейчас тоже, опять же, есть только под гарнитуру. И вам придётся пользоваться. Всё это стоит с Алиэкспресс копейки, доллара, два. Там можно заказать. Можно покупать в наших магазинах, в российских или в вашей стране. Но обычно всё это в 10 раз дороже. Накрутки бешеные. С Алиэкспресс всё это достаётся бесплатно, довозится. Хотя, по идее, почта берёт тоже деньги хорошие. Но я не знаю, как с Китая всё это привозят. Вот эта ветрозащита тоже там я сколько-то... Это я её отдельно заказал. Вот этот пушок на этот маленький. Тоже там что-то доллары. Что-то я заказывал даже за 10 рублей. Мне прислали с Алиэкспресс ровно за 10. За сколько я купил там за, получается, по-моему, 10 центов. Что-то я покупал специально шнурочек какой-то. И мне его прислали всё в пакетике. Вот такой вот переходничок есть. Это надо понимать. Я в прошлом году пользовался вот так. То есть, хоп, и сюда ещё микрофон. Всё, вешал петличку. Как вешается петличка? Петличка работает... Я не буду вас умными словами. Кардиоидная, там некардиоидная. В идеале её вешать как можно ближе к устам. И записывает она не столько прямой выход, голос. Она, ну, кто знает, звуковые волны. Поэтому, в принципе, не важно, где она. Просто ближе или дальше. Вот вся разница. Вот. И желательно, они все вверх направлены. Поэтому желательно её вешать, конечно же, не... Не куда-то вот так вот, а вот так вот. Как-то умудряться. То есть, просто бывает скрепка. Не совсем, как бы она может быть кривая, прямая. Желательно, чтобы он смотрел. Потому что если вы вот закрепите, он, видите, куда будет смотреть. То есть, надо или прищепку. Надо как-то умудриться сделать так. Ну, вот на майку не очень удобно вешать. На рубашку. То есть, чтобы он вот так был в идеале. Если тут рубашка, тут обычно есть этот. Это тоже важные такие нюансы. Ну, и наоборот. Если вы, допустим, вот так вот всё время читаете какой-то ролик, то, по идее, его можно даже вниз повесить, чтобы вы в него не дышали. Потому что если вы будете дышать, это будет эффект ветра. Это тоже важно. Но если вы в домашних условиях, конечно, просто пишите, записывать будете эти подкасты, вы его можете вообще где угодно тут на какой-нибудь стоечке или вот к чему-нибудь вот повесить. Я не знаю, вам сейчас не видно будет. Я вот тут бы. Ну, вот себе на пальчик хоть вот так вот. И всё. Или в руках держать и просто записывать. Всё. Ну, на улице это куда-то вешается. Вот. И что касается петлички. Она записывает всё вокруг. Она не направленная никакая, да. Ну, пушка. Вот. В идеале она должна быть направленной на вас. В теории она записывает больше впереди. И даже на более дальнем расстоянии. Я говорю, то же самое, если пользуетесь на улице. Дома можно пользоваться. Да и даже нужно. Без ветрозащиты. Всё это надо тогда снимать. Это вам не нужно. Если улица, это надо надевать. Всё обязательно, да. Вот. Здесь вот, допустим, тоже у меня по два колечка. То есть, рассчитаны. Опять же, если хочешь туда втыкнуть. Но единственное, я на Алиэкспресс заказал. Сейчас жду. Есть отдельно шнурки, проводочки эти, где будет сразу два колечка. На три я уже не буду без всякого переходника. Сюда двоечку втыкну. А туда в смартфон троечку. Вот единственный вариант. Опять же, есть же вот разные входы. Ну, допустим, сейчас классика мини-USB. Скоро будет USB Type-C в основном у всех. Это тоже не суть важно. Есть USB микрофоны. Я вот заказал тоже петличный, дешёвый USB микрофон. Но вроде бы качественный. Я ролики смотрел. Ребята там рекомендуют. И через переходник можно было бы сюда подключить. И мне бы ещё этот смартфон послужил и послужит. Но это не страшно. Я говорю, что мне придёт ещё один. Это не лишние деньги, траты. Потому что я говорю, у меня должно быть их два. А что такие вот случаи, и всё. И ничего не получается. Я сел в лужу. Поэтому мне сейчас придёт второй смартфон. И придёт ещё петличный микрофон USB. Правда, там не микро, не мини. А кто знает, вот такой вот вход большой. Обычный USB называется. Вот, но ты в него можешь втыкнуть вот такой вот. Сейчас я вам покажу. Есть от USB. Я всё это говорю тем, кому это нужно. Кому не нужно давно. Малливый. Есть вот такие от USB. Допустим, тоже переходнички. Я постараюсь все ссылки ролик пересмотреть. Этот, который запишу. И всё вам добавить, потрудиться. Хотя это, конечно, кажется, может быть ненужный труд. Но я хочу это сделать. Вот. В USB микрофон тоже. То есть, можно будет вот сюда ты переходничок вставляешь с USB на micro USB. Или на Type-C в будущем. Мой новый смартфон придёт с USB Type-C. Это нового поколения. И ты сюда вот тоже вставляешь. И по идее сейчас бы, вот если бы у меня был бы микрофон USB. Я вот даже со своим студийником проверил смартфон. И он работает. Я вот говорю, студийник. И сюда всё пишет. И я понял, что он будет воспринимать. Звуковая карта есть. Это же одна карта материнская внутри. Она воспринимает и отсюда. С 3,5 джека. Вот с таких вот входов. Как их называют. Это аналоговыми ещё тоже. Ну и через USB. Причём качество будет намного лучше. Но вот теперь я жду этого микрофона USB петличного. Хотя третий год. Третий сезон. Проповедую. Ну и тоже не всё. Сразу мне шло. Почему я и делюсь своим опытом. Вот. На всё надо время. Что-то бракованное. Что-то ещё. Что-то ещё. И плюс. Так. Ну ладно. Это вот что тоже. То есть, есть USB микрофоны. Вот. Единственное. Можно было бы опять ещё один нюанс. Рассказываю. Делюсь опытом. Говорю. Кому это просто нужно. Я думаю, что он будет благодарен за это. Кому не надо. Выключайте ролик. Вот. Это всё специфические вещи. Конечно. Я хочу у себя на канале. Можно было бы, конечно, этой петличкой. Вот. Я хотел. Или вот этой пушкой, которой я пользуюсь. И они-то хорошие микрофоны. А записи ужасные. Из-за того, что там внутри что-то поломалось. И можно было бы на USB переключиться. И... Где штекеры-то мои? Вот эту петличку втыкнуть просто вот сюда. В USB. Ну, как я её втыкнул? Её можно втыкнуть. И причём это не просто переходники. Это именно... Вот я вам как раз уже ей махаю. Звуковая карта. Но. Она ко мне пришла 3 дня назад. И она бракованная оказалась. Хотя, в принципе, приходит всё достаточно хорошее. Я что-то сейчас стал слово брак употреблять. Нет. С Алиэкспресс всё приходит. Китайцы делают сейчас очень хорошо. Но это просто может быть отжил. Я не знаю. Может я что-то сделал. Хотя, я говорю, это всё началось, когда... То, что даже я его уронил. Это уже позже было. Я точно знаю. Я его уронил уже здесь, в ноябре. Вот. До этого уже все эти проблемы начались. Вот. Ну, вот. Звуковая карта. И, то есть, можно было бы вот сюда втыкнуть этот... Звуковую карту в USB. В него... У него... Это такой же вот... Это звуковая карта заменяет вот такой вот переходник. Но этот переходник в 3,5 джека. А этот, получается, в 3,5 джека. В USB. Но это не просто переходник. Это ещё и внешняя звуковая карта. Всё это стоит тоже очень дёшево. Она вот стоит 500 рублей. Это супер. Это копейки. И вроде как она неплохая. Но она просто бракованная оказалась. Она там жутко шипит. Микрофон там не пишет. Я ролик снял. И причём они все возвращают деньги с Алиэкспресса. Это не выброшенные тоже деньги. Мало того, что даже она у меня останется бракованной. Они мне уже новую выслали. Они там за это очень трясутся. И всё делать. Либо деньги возвращают. Либо вот мне предложили новую. Я говорю, да, конечно, присылайте. Я понимаю, что это просто брак. Вот. Здесь вот есть входы. Здесь есть опять три выхода. Опять гарнитура. И микрофоны, наушники. Всё. Я бы вот сюда втыкнул бы. Вот он микрофончик. И всё. Я бы сейчас писал, продолжал на этот смартфон. И пусть там умер этот выход 3,5, который свистит весь, шумит. Пусть у меня разбитый монитор, но он рабочий. Причём он не так сильно разбит. Я бы сейчас писал всё равно хорошие ролики с качественным звуком. И не было бы вот этих всех недочётов. Но вот звуковая оказалась такая. По идее, всё надо иметь в двойном экземпляре. Я говорю, всё может завтра сломаться. Чего 500 рублей? Ну, ещё 500 и ещё одну купить. Это всё надо обязательно. Такие вещи. Два там переходничка. Два вот этих входа. Это обязательно у человека. Ну, в принципе, это я говорю сейчас для тех, у кого это уже стало... Я это даже называю частью работы. Хотя я не зарабатываю этим, так скажем. Хотя рот мне валу молотящему не закрывают. Тем, кому я приношу пользу своим служением. Ну, грубо будем так говорить, потому что это моя жизнь. Я уделяю этому 16 часов в сутки. Вот, реально. Вот, что я сказал, что не сказал. Да вроде бы тут вот как бы так всё сказал. Какие возможности. Я вам все разные варианты рассказал. Вроде бы всё. Есть, у меня нету, есть камеры, кто знает. Опять же, если вы будете покупать камеру такую, знаете, есть не смартфон, а камеры. Обязательно смотрите, чтобы был внешний выход. Хотя бы, обычно, не хотя бы, обычно вот такой внешний выход USB. Он не, ой, не USB, а 3.5 jack. Он далеко не у всех есть. Камера, фото камеры, на них тоже видео пишут. Они даже лучше пишут, чем видео. Либо видеокамера. Обязательно, чтобы был вот под внешний микрофон. Это обязательно. Обращайте внимание, а то купите. А там будет только встроенный. На встроенный микрофон, вот так вот, на вытянутой руке от вас, вот как сейчас эта USB-шная камера, там ужасная запись звука. Ужасная. А я вам сейчас могу записать, кстати, это не проблема. Я вам сейчас с разных микрофонов, но я не буду писать с петличек там, а вот с вебки я вам запишу. Вот. Ну, вроде все. То есть, это мы с вами в основном-то все-таки разобрали, что улицу куда-то там, да, не улицу, все подряд разбираем. Вот. Если вы пишете дома и вообще хотите вот звук, вот у меня, я вот это вот пишу, у меня, во-первых, я пишу на веб-камеру, очень хорошую, в принципе, для видео, но звук, и вот я вам сейчас ее включу. Так, сейчас я посмотрю, она у меня под каким номером идет, вторым, да? Так. Вот сейчас вы слышите, я говорю на эту встроенную веб-камеру. Вот послушайте разницу, как я говорю на встроенную веб-камеру, которая у меня закреплена внешне. Она тоже USB, кстати. А через USB другой звук идет. Ну, и USB, знаете, да, вот это вот. Она вставлена в компьютер, вот сверху монитор, ну, как понимаете, веб-камеру закреплена. В ней есть телефонический микрофон. Вот я в него сейчас говорю, выслушать. Я могу сейчас свои программы переключать, очень просто, очень удобно. Ну, вот, качество оцените сами, какое есть. Петь я не буду, петь я не умею. А вот разговор, ну, и мы с вами делаем подблок разговорника, а не петь письмена. Вот так вот. А вот это вот работает мой студийник, как я его называю, но он таким и является. Я вам его сейчас покажу. Вот. Это вот такой вот микрофон. На такой крюке он у меня, ну, знаете, да, такая есть. Ну, как лампы, двойная такая, куриная лапа, как ее называют, да. Она у меня там к подоконнику закреплена. Я его могу совершенно от себя отодвигать туда, к окну. И когда я днем просто работаю, за компьютером не пользуюсь, либо я его пододвигаю. Это звукозащита, чтобы отсюда ничего в него тоже не летело. Студийный микрофон. Дешевый тоже достаточно. Самсон, фирма. Я там дам ссылку. ЦУ что-то 0.1, я уже забыл, как он. Я оказался им доволен. Я тоже много смотрел, перебрал. Взял я его за 5 тысяч рублей. Он стоил около 12. Я взял с Алиэкспресс, там, с 50% какой-то скидкой, как всегда, следил за этими вещами. Я остался доволен. Вообще супер качество вот этого звука. В идеале он должен быть вот так вот, говорит мне. Тогда вообще вся красота. Единственное, вот вам, наверное, там зашкаливает. Я сейчас поменьше сделаю вот так вот. Вот так вот. Вот вы видели же, поют вот так вот в студиях. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поют вот. Я могу вот убрать, чтобы заскоков, децибелов не было. Зато у тебя будет глубина твоего звука. Плюс, кто знает, я ролики, я не постобрабатываю потом звук. Я не пытаюсь там его украсить. Но все-таки этот микрофон пишет вообще великолепно. Вот. Ну, конечно, вот я отодвигаюсь. Я уже увеличиваю его чувствительность. Я вижу, у меня бегает диаграмма по монитору. Вот. Но это мы потом будем. Я буду и по этой программе делать обзор. Вот такой вот. Это просто защита. Он однонаправленный. Он записывает только отсюда. В принципе, он отсюда, оттуда вот после второй половинки. Видите, разделен микрофон. Он ничего не берет отсюда. Но все равно. Я еще такую штучку придумал. Это звукопоглощающий материал. У меня им почти вся комната обита. Но об этом тоже позже. Это не сегодня. Это уже как студийные записи сделать. Сейчас о микрофоне. Микрофон USB-шный. Подключается он в компьютер. В принципе, конечно, можно пользоваться и на улице. И в принципе, удобность ты сделал. Даже для подкастов. И пусть тебя не видно. Вот это, конечно, великолепно. Этот микрофон Samson. Это чисто китайская сама тоже фирма. И все это можно купить на Алиэкспресс. Потому что микрофоны какие-нибудь брендовые стоят бешеных денег. От 15, 25, 30, 40 до 80, до 100 тысяч доходят. И ну там есть и до миллиона, конечно. Это вот можно умудриться. Я говорю, там 5-6 тысяч USB-шный микрофон. Конечно же, под них обязательно нужны... Ну, все, я уберу. Под них обязательно нужны драйвера. Потому что когда вы его купите и вставите в компьютер, я помню, сам испугался. Вон, видите, у меня там тоже это звукозащита наверху. И по всей комнате в разных местах. Но об этом в другой раз я расскажу, как я все это делаю. Так, что-то я сбился. А, обязательно, конечно, для нее есть собственная дрова и программка. Если вы ее не поставите, это будет бешеный шум. Тоже она записана. Вам покажется, а, какой барахло я купил. Я когда раскрыл, вставил, чуть в шоке не был. Потом на Ютубе начинаю искать и понимаю, что да, она, конечно же, не работает без собственной программы. Но это так все должно быть. У них есть официальный сайт, свой Самсон. Я не помню, ну, не руком какой-нибудь там или китайский. Там все это можно найти. Ну, это кто вот хочет. И вы сами слышали. Я вам вот качество показал, как оно записывается. Кому интересно. Я считаю, что это супер. Я люблю качество. Недоволен, когда некачественно. И надо, видите, просто вариантов нет. Вроде что-то надо делать. Поэтому надо ко всему готовиться. Надо как раз относиться. Надо всегда иметь запас. Ну, и вот камеру USB я вам тоже записал. Я считаю, это ужасно. И опять же, поймите, есть разница. Вот камера. Когда по скайпу звонит, у меня работает вот этот. И микрофон, и камера тоже, допустим. И мне говорят, ну, отлично слышно. Ну, понятно, отлично, что значит отлично. Но уже когда записывается, записывается ужасный звук из этих микрофонов. То есть, есть огромная разница. Кто знает, даже те же самые видео, о которых мы в следующий раз будем говорить, зависит не только от того, как у тебя камера, а какая программа обрабатывает тот материал. Ведь информация, это очереда ноликов, единичков. Я уже об этом, кто мой ролик о Телеграме смотрел, говорил. Ну, ладно, не будем распыляться. И так уже 40 минут. Вот, в принципе, сказал я, наверное, все. Вот. Сохраняйте вы всегда свои файлы, аудиофайлы в mp3 формате. В идеале это самый распространенный, нормальный, обычный формат. Вот. Но это, наверное, мы больше поговорим потом о программном обеспечении. А по поводу микрофона все. Я постараюсь все, что у меня вот есть, о чем я говорил, ролик пересмотреть. И добавить все ссылки, где я это покупал, где это можно взять. Или хотя бы название эти. Вот. Вроде бы я ничего не забыл, чего хотел сказать. Вроде бы ничего. Все. Давайте тогда на этом прощаться. Кто меня знает, кто не знает, кто впервые попал на этот ролик. Я проповедую жизнь и учение Иисуса Христа. Три моих канала у вас на экране. Дорогой друг, если ты впервые попал на мой канал, будь счастлив. Но счастливым ты сможешь только тогда, когда освободишься от греха. Подписывайтесь, смотрите ролик, какие вам интересны. Все мои контакты у вас тоже на экране. Кому я нужен. Что-то хотите спросить, либо в личку пишите, либо в описании под ролику. Пишите ваши комментарии, мысли, размышления. Может, своим опытом поделиться. Ну, или задавайте вопросы. Я или в личку отвечу так же, или потом, может, ролик запишу. Я и так, и так делаю. Вот. Ставьте лайк, если ролик кому понравился. И поделитесь. Может, кому-то интересно, кто такими же вещами занимается. Вот. Или сохраните себе его куда-то, если будете пользоваться. Потом еще раз что-то переслушать, что-то забыли. Ну, в принципе, наверное, все. Все. До следующего ролика. В нем поговорим уже о видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok